Добрый день, уважаемые телезрители! Спасибо вам за то, что согласились прийти сегодня и пообщаться с нами и с нашими телезрителями. Это ваше первое выступление в прямом эфире? В Октюбе, да. Спасибо большое за приглашение. С почином, да. И мы рады, что именно наша телекомпания стала первой. Вы новый руководитель футбольного клуба Октюбе. Наверное, сейчас уже можете поделиться с тем, как проходила адаптация вашего в новой для вас должности генерального директора нашего клуба. Ну и как сейчас проходит ваша работа? Ну вы все знаете о том, что Аким области Бердебек Машпекович Сапорбаев заявил свою позицию по футбольному клубу. И вечно так продолжаться не могло. На футбольный клуб Октюбе тратились, на команду тратились огромные средства. Эти складываемые средства не давали ожидаемого результата. Поэтому в новых экономических реалиях, в условиях кризисной действительности, понятно, что надо было пересматривать принципы работы команды, клуба. И поэтому я попал сразу с корабля на бал. Пришлось очень многие вещи менять, менять состав, отрабатывать новый алгоритм работы в клубе, новый алгоритм взаимодействия со всеми заинтересованными структурами, со стадионом и так далее. Поэтому сразу попали в такой огромный цейтнотный объем работы, который нужно было выполнить для того, чтобы установки Бердебека Машпековича притворить жизнь. Поэтому буду откровенен, до сих пор очень тяжело. Времени на все катастрофически не хватает, но стараемся. Опять же хочется спросить, вы впервые в таком цейтноте работаете или у вас же достаточно много опыта уже работать с другими клубами? Знаете, например, в предыдущем клубе, в том же ЖИТСУ Талдык-Урганском, там тоже была достаточно кризисная ситуация. Но там было больше понятных простых решений. А в октябре простых решений нет, потому что город футбольный, большой, реальная армия болельщиков. Все привыкли за десятилетия только к спортивным победам, результатам. Никто не мыслит категориями некой перезагрузки и некого лимита времени на то, чтобы все переналадить. Конечно, все ждут победы, естественно, от нашей команды. Поэтому тяжело. Вот такого цейтнота, как здесь, не было откровенно. Из тех вопросов, которые вам уже удалось решить и, может быть, которые еще решаются самым сложным, вы какой называли бы? Ну, во-первых, самая тяжелая задача была создать новую команду. Ведь мы, по сути, из прошлогоднего состава у нас остались четверо молодых футболистов, те, которые не являлись основными. И мы полностью создали новую команду. У нас сегодня самая молодая команда в лиге. Это при том, что у нас есть заслуженные ветераны. Самат Смаков, Мурат Тлешев, Егор Азовский, Кирилл Шестаков. Но после них у нас состав команды от 19 до 24 лет. Это самая молодая команда в лиге. И собрать ее было очень сложно, потому что мы подбирали людей. Мы собирали не имена, как это зачастую, как правило делают. Мы собирали людей, которые подходят по игровым критериям тренерского штаба. Была очень тяжелая работа. Вот этот возраст можно назвать самым оптимальным для футболистов? 19-24 года? Ну, есть разные взгляды. Кто-то пожизненно считает, что ориентироваться надо на опытных футболистов. И собирает там футболистов 28 плюс-минус, 30-35. Кто-то ориентируется по-другому. Но мы считаем, что наш путь это амбициозная молодая команда, где футболистам есть что доказывать, где есть нереализованные амбиции, которые надо доказывать. Поэтому мы идем таким путем. Казахстан сам отдавался преимущество при подборе игроков? Нельзя отдавать, нет. Во-первых, мы действуем в рамках регламентов. Регламент нам позволяет заявить только 8 легионеров. Они называются не воспитанники, но по сути это легионеры. Собственно, мы и заявили 8 легионеров, а в команде 25 человек. Поэтому у нас есть вот этот баланс. Другое дело, что мы выполняли установку Бердебека Машпековича на том, чтобы максимально привлекать актюбинцев, в том числе из других клубов, и при прочих равных давать им возможность проявить себя. Но вот я могу сказать, что в первом матче у нас на поле было 4 актюбинца. В последнем матче, выигранном против ЖТСУ, у нас в стартовом составе появилось 3 актюбинца. Это Тотай, Каиров и Какимов. Каиров вообще пока молодец, радует нас тем, что провел все 4 матча в стартовом составе, от звонка до звонка. И при том, что он до этого даже не играл в премьер-лиге. Поэтому ошибок много. Это не повод для звездной болезни. Мы постоянно им об этом говорим. Но факт остается фактом. 3 игрока в стартовом составе, актюбинцы. Замечательно. Новый состав сформирован. Вот теперь каковы шансы на успех в этом футбольном сезоне у нашей команды, у нашего клуба, за который мы горячо все болеем, конечно. Требования сформулированы Акимом. Четвертое место по итогам сезона. Для этого мы должны вначале попасть в первую шестерку. Мы последовательно, шаг за шагом решаем эту задачу. То есть по-другому мы руководство, тренерский штаб, мы не мыслим. И игроков призываем к этому. Поэтому все работают для того, чтобы решить поставленную Акимом задачу. Есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый день. Слушаем вас. Добрый день. Вы в эфире. Да, Виталий меня зовут. Очень приятно задавать свой вопрос нашей новости. Вот. Коротенько, пожалуйста. Хорошие амбиции. Ну вы, как говорится, если не выполните свою задачу, вы уйдете в отставку после, если в шестерку не уйдете? Жесткий вопрос. Да нет, хороший вопрос. Вы справедливы и спасибо. Мы же проводим регулярные встречи с болельщиками. Мне болельщики этот вопрос уже задавали, журналисты задавали. Видимо неоднократно уже. Я всем говорю, что, слушайте, если я не займу, мы не попадем в эту шестерку, я, конечно, как честный человек, тут же напишу заявление об отставке. А у меня встречный вопрос. А если мы попадем в эту шестерку, вы выйдете с ходатайством, чтобы со мной продлили договор на пять лет? Потому что какой-то односторонний вопрос. Ну, наверняка выйдут. Не думаю, потому что все не так просто. Все не так просто. У меня вопрос сразу по поводу вашего голоса. Немножечко сел у вас. А голос в футбол последний, вот игра в ЖТСУ, эмоции, нервы зашкаливали, поэтому голос сел. Вы очень эмоциональны на поле? На поле я же не выхожу. Ну, понятно, ну там, да. Еще не хватало, чтобы я на поле. Меня и так обвиняют, что я... Ну, находясь рядом практически. Меня и так обвиняют во всех смертных грехах, еще не хотела, чтобы я на поле выходил. Ну, в общем, работаем, стараемся. Тренеры ведут себя по-разному, одни бывают очень эмоциональны. Кричат, вы тоже кричите? Ну, не совсем кричу, там, подсказываю, подсказываю. Да, кричать это одно, а подсказывать это другое. Голос сорвали, да? Сорвал. Лечите, он вам еще понадобится. Теперь какие планы у нашей команды? Главное, да. По планам я обращаюсь, пользуясь случаем ко всем актюбинцам, ко всем болельщикам. У нас новая молодая команда. Мы не отходим от задачи добиваться спортивного результата, спортивных успехов. Поэтому так получилось, что мы первые пять матчей играем на выезде, но в актюбе не играем. Первая домашняя игра у нас 17 апреля в 16.00. Мы играем против лидера чемпионата Иртыша Павлодар. Поэтому я очень прошу всех прийти и максимально зарядить энергией команды, команду поддержать. В общем, помочь нашим молодым ребятам и опытным ветеранам добиться положительного результата, победы. Всех прошу. Абонементная программа готова, билеты готовы. Пожалуйста, придите, поддержите команду. Игра состоится на центральном стадионе? На центральном стадионе. Мы не могли принимать команды до этого времени? Стадион пока не был готов. Он только-только к 17.00 будет готов. Что там обновилось? Там не то, что обновилось. Поле в прошлом году меняли, но все равно природу не обманешь. Поэтому стадион не был готов. Мы многие вещи поменяли. Мы в этом году переформатировали даже сами секторы на трибунах. Вот я попрошу оператора показать нам, секторы есть у нас сейчас. Мы можем это... То есть в прошлом году секторы, они делились внутри. Везде секторы, это от прохода до прохода. А у нас какая-то была другая градация. Система какая-то другая, да? Внутри сектора. Мы сейчас вынуждены были это поменять, чтобы... Знаете, я что хочу сказать? Вот на экране как раз поле. Видно секторы, да? Я, знаете, хочу предвосхитить вопрос, касающийся того, что цены на билеты в этом году выросли. Знаете, наши билеты действительно подорожали, но это не настолько критическое повышение, чтобы вызывать какую-то волну. Вот сейчас у нас идет реальное бронирование и продажа абонементов билетов. И статистика показывает, что максимально мы продаем самые дорогие абонементы. То есть работает обратная пропорция. Чем дороже абонементы билеты, тем больше их забронировано и продано. Поэтому все эти инсинуации разных заинтересованных во вредительстве клубу групп лиц не надо учитывать. И, например, у нас есть оппозиционеры. Я специально взял вот эту программку со спектакля. Я был две недели назад на спектакле. В нашем драм-театре. Цена билета 800 тенге. Вот эта программка формата А5, сложенная надвое, просто с составом артистов, стоит 100 тенге. Теперь в театре, грубо говоря, я насчитал 12 артистов, по 100 тысяч тенге, от миллиона до двух тысяч тенге, весь состав выступающих. Состав двух клубов – это 100-200 миллионов тенге. Почему мы не должны продавать билеты хотя бы по цене театра? Это не так? Ну, я думаю, желающих меньше от этого не станет попасть на игры. Мы очень на это рассчитываем, очень искренне всех приглашаем поддержать команду. Можно по-всякому критически относиться к тому, что и как делает руководство. Мы будем объяснять свою позицию, но очень просим поддержать команду. Спасибо большое, что были в нашей студии. И, конечно, ко всем нашим болельщикам обращаемся. Приходите 17 апреля на Центральный стадион в 16.00. Состоится матч «Поддержите любимую команду». Вам спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok